В связи с изменениями в системе местного самоуправления депутатам потребовалось по-новому документально прописать исполнение полномочий по бюджетному финансированию. Им наделяется единый регулятор финансовое управление администрации городского округа Щелково. Кроме того, чтобы в 2020 году сформировать общий для всего муниципалитета бюджет, надо в текущем году сбалансировать имеющиеся бюджеты поселений. По каждому из них были уточнены параметры, внесены необходимые изменения. Очень важные вопросы, и они всегда остаются у нас на контроле, с которыми мы сегодня согласились, предварительно проработав в комиссиях о том, что должна быть прежде всего забота именно о людях, которые живут в поселениях. Поэтому сегодня именно изменения были направлены в сторону социальной сферы. Депутаты поддержали инициативу администрации сделать едиными на территории всего округа параметры в области жилищной политики. Разбер площади на каждого проживающего при предоставлении новых квартир и учетную норму при постановке на очередь. Надо заметить, это сделано в сторону увеличения в пределах федерального законодательства. В первом случае до 18 и во втором до 10 квадратных метров. У нас социальные нормы по Российской Федерации 18 квадратных метров на одного члена, семьи из трех и более человек, 42 на семью из двух человек и 33 для одинокопроживающих людей. На заседании депутаты заслушали информацию о формировании на территории округа условий для беспрепятственного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к жилым домам, к социальным и другим объектам. А также о том, как в 2018 году выполнялась муниципальная подпрограмма «Доступная среда». Сегодня мы услышали очень подробный отчет Родиона Юрия Николаевича по программе «Доступная среда», где мы подробно увидели, что было, что стало. И вообще доля самодоступности должна составлять 65%. Мы достигли на сегодняшний день за 2018 год 75%. У нас много учреждений образования, культуры, спорта привели в соответствии, чтобы эти учреждения были у нас доступны для маломобильных групп. На заседании за успехи в труде 9 коллективов дворцов и домов культуры, а также более 30 работников предприятий и организаций были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами районного совета депутатов. Кроме того, в соответствии с действующим законодательством депутаты назначили плановый отчет главы муниципалитета перед представительным органом власти. Он состоится 28 мая. Андрей Цеханович, Валерий Жеглей, телерадиокомпания «Щелково».